Девушки отдыхают 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 сегодня. Правда? Он обманул тебя, Оксан. Мы все ошибаемся. Я правда понимаю тебя, как женщина, ты доверилась любимому мужчине. Но, Ниночка, здесь ни при чем. Ты ошиблась, Оксан. Я прошу тебя, не совершай эту ошибку еще раз. Давай. Оксан. Оксан. Отдай ее мне. Давай. Ниночка, доченька моя. О, Боже. Васо, любимый, если ты меня обманул, и это правда, я все равно тебя люблю. Главное, чтобы ты был жив. Оксана, отойдите от него. Я тебя очень прошу, Стася, они не дадут тебе уйти. Что бы ни случилось, я с тобой. Я люблю тебя. За твой в рот. Ты ничего не можешь сделать. Не стрелять! Мне больно. Дай мне уйти. Иначе я ее зарежу. Вы совершаете ошибку. Сопротивление бесполезно. Вам же прекрасно и известно, ни один самолет не отлетит отсюда, пока вы не сдадитесь. Не пудри мне мозги, вентер. У меня заложник. Мне нужен самолет. Васоль Юрьевич, вы что теперь террорист? И куда вы полетите? В Чехию? А что дальше? В каждом аэропорту будет висеть ваша фотография. Ни одна страна не примет вас. Тебя это не касается. Васоль Юрьевич. Закрой рот, ты меня бесишь! Не стрелять! Я же приказывал не стрелять! Яблочко. Георгий будет доволен. Там мои близкие! Отпустите меня! Миша, тебе туда нельзя. Они мертвые. Все закончилось. Петя, мы выясним, кто из наших стрелял. Слышишь? Гарри, ну наконец-то. Что с ней? Держи. Зоечка с Ниной, все хорошо. Почему ее так долго осматривали? Это связано с приступами? Нет, Зоя, это я настояла, чтобы Ниночку осмотрели все необходимые специалисты. Аллерголог, пульмонолог, педиатр. А что насчет тех приступов, которые были, когда она была у вас? Сейчас с Ниной все в порядке. Благодаря своевременной помощи Кате. Слава Богу. Спасибо тебе, Габи. Ну наконец-то наша дочь с нами. Ну что, уже больше не тревожны? Я очень счастлива. Доченька милая, наконец-то ты рядом с нами, и твоя мама и папа всегда будут рядом. Ну, а вот и наша мама. Доченька моя, моя хорошая девочка. Она у тебя замечательная. Я как подумала, что могла потерять ее. Прости меня, хорошая моя, я очень перед тобой виновата. Я больше никогда тебе не оставлю, ни на минуту не отпущу. Наташа, выбрось это из головы. Заря, она теперь с тобой, и все теперь наладится. Поверь мне. Наташа, в чем дело? Все в порядке, Коль. Наташа, ну я вижу, что ты грустишь. Ну, Заря, она ведь у тебя. Выбрось эти дурные мысли из головы. Коль, тебе легко сказать. А тогда поделись этими мыслями со мной. Вместе мы обязательно что-нибудь придумаем. Мне стыдно. Мне стыдно перед собой, перед близкими, особенно перед Зоей. А ты с ней поговорила? Коль, она никогда меня не простит и правильно сделает. Я только сейчас поняла, что ничего плохого она мне не сделала. А я заставила пережить ее такой кошмар. И этот кошмар закончился. И для тебя, и для Зои. Настало время начинать новую жизнь. Да. Да, Коль, я много осознал. И в новой жизни я постараюсь не допускать ошибок. Наташ, мне очень хочется стать частью этой жизни. Ты извини, что я без кольца. Кольца? Я просто не планировал делать это здесь и сейчас, но я для себя все уже давно решил. Наташа, выходи за меня. Ты серьезно? Серьезней некуда. Коля, а можешь повторить это еще раз, а то все так стремительно, я не успею это осознать. Наташа, я хочу стать твоим мужем и отцом Заряной. Нет, конечно, если тебе нужно подумать, у тебя есть время. Я подумала. Я согласна. А ты, а ты согласна? Дмитрий, вам пора, да? Да. Я пойду? Да, я... осторожней тут. Катя. Столько времени прошло, новостей нет. всякое в голову лезет. Ну, давайте я вам хоть чаю сделаю. Надо успокоиться. Как? Вот я, например, стараюсь думать о хорошем. И вы попробуйте. А я буду думать, как Васо получит по заслугам и как жизнь его накажет за все, что он сделал. И вот сейчас вы думаете о плохом, так ничего не получится. Вот попробуйте, как я. Представьте себе, что вся семья, нет, две семьи, Кравцов и Матревеля, собрались за одним столом. Все целы и невредимы. Все счастливы и здоровы. Ну, что, получается? Ну, вот вы все-таки старайтесь. Скажите, вы рядом с кем будете сидеть за столом? Лида, с бутылочкой кроволола. Миша, какие новости? Все закончилось. Девочки спасены. Ой, слава Богу. Как они? Обе целы, невредимы, уже со своими родителями. Ну, я же говорила, надо думать о хорошем. А что там в Ассо? Как мы и думали, забрал деньги, избежал? Нет, в Ассо мертв. Его попытались задержать в аэропорту. Он взял в заложнице Оксану, которая помогала ему. кто-то из спецназовцев выстрелил, погибли оба. И Ассо, и Оксана. Бедная девочка. Я ничего плохого не могу сказать об Оксане. Но Ассо сам выбрал этот преступный путь, который привел его к обрыву. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Наталья Кровец. Привет. Наташа. Здравствуй. Я прибежал, только узнал, что, как ты? Все в порядке. Что у тебя за щекой? Пап, это ерунда. Не волнуйся. Тебя ранили? Да ну нет, все хорошо. Точно? Как Заряночка? Прекрасно. Мы очень рады, что мы снова вместе. Правда, она еще не может об этом сказать. Я совсем забыла. Коль, знакомься, это мой папа Геннадий Игоревич. Папа, знакомься, это Коля, мой будущий муж. Очень приятно. Взаимно. Ну, хорошо. Наташенька, давай я отвезу тебя домой. День был такой тяжелый. Отдохнете с малышкой. Папа, ты отвези, пожалуйста, нас к маме. Конечно. Пойдем. Пойдем, идем. дела сделано. Дело сделано. Вас убьет. Сделано так сделано. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Завтра в полдень умрет и кровец. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА СТУК В ДВЕРЬ Мам! СТУК В ДВЕРЬ Девочки мои любимые, все хорошо. Как моя правнучка? Приступов больше не было? Габи целый консилиум собрала. Ниночку осматривали все специалисты. Приступов больше нет. Я пока свой собственный осмотр не произведу, не успокоюсь. Бабушка, все в порядке. Я Габи замучила расспросами, пока не удостоверилась, что с Ниночкой все в порядке. А Заряночку что ж до сих пор не привезли? С ней-то все хорошо? Да, все хорошо. Наташа скоро будет Заряной. Ой, поскорее бы всех увидеть. Какое счастье, что все живы и здоровы. А я предлагаю это отпраздновать. Мы с Любой сегодня устроим пир в честь возвращения наших малышей. И роднюсю созовем. Вот и будет настоящее объединение семей Мэтривели и Кравцов за праздничным столом. А мы успеем на всех приготовить? Спокойно. Успеем. Не терпится скорее приехать к ним, обнять Тимура, Зою, Ниночку. Лена, ну ты помнишь, я же говорила, наступит белая полоса. А надо купить что-то красивое и чтобы детям понравилось. Потому что сейчас такие игрушки делают. Лида, сейчас такой выброс, пустыми руками точно не уйдем. Я однажды увидела кукол, разрисованных под монстров. Это такой ужас, они очень популярны. Мы выберем девочкам самые лучшие игрушки. Точно не монстров, они и так не терпелись. Ой, бедные дети. Я думаю, лучше плюшевых больших зверей. Лида, плюшевые звери собирают на себе пыль. Ну хорошо, мы вместе разберемся. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да, дом Матревель. Мишу, он в фитнес-клубе. А кто его спрашивает, что передать? Кто звонил? Какая-то женщина, не представилась. Была взволнована. Ну ничего, позже перезвонит. Через три часа уже в гости идти, а у нас подарка нет. Так что мы купим. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Продолжайте. Марта, здравствуйте. Здравствуй. А вы к нам какими судьбами? Записаться на тренировки? Миша должен был сюда прийти, его нет? Нет, не заходил. Не знаешь, где его найти? Не знаю, но хотите, подождите, я вам кофе сделаю. А зачем... Зачем ей Миша? Здравствуйте, а можно воду, пожалуйста? Миша, наконец-то я тебя нашла. Здравствуйте, а Зоя говорила, что вы куда-то уехали. Да, я уезжала, но вернулась надолго. Я очень тороплюсь. Мне нужно с тобой поговорить. Подождите, вы только приехали и сразу решили поговорить с тобой? Да, это странно, но я... У нас очень мало времени, пойдем. Да что случилось-то? Ты мне должен помочь предотвратить убийство. Пошли. Чтобы такого приготовить, чтобы быстро и вкусно. Если будут матревели, может что-то из грузинской кухни? Можно и так. Нет, лучше наше что-то. Салат из свежих помидор, курицу. Можно отварить курицу и салат сварганить. Грибочки маринованные где-то были. Давай, Люба, прежде всего Оксану поменем. Просковья Ивановна. Она чуть правнучек ваших не погубила, а вы поменем. Ну так что? Об умершей плохо не говорят. А я плохо и не говорю, только правду. Так я и знала, что для нее все это плохо закончится. По кривой дорожке пошла. Говорила ей, Оксана, возьмись за ум. Не послушала бабу Пораску. Жаль девку. Теперь ты понимаешь, почему я не могу думать ни о чем другом. Дуэль между Борисом и Георгием состоится завтра в полдень. Опять дуэль? Мишек, если ты не вмешаешься, то один из них убьет другого или погибнут оба. Они ведь тебе не безразличны. Один из них тебя воспитал, другой твой родной отец. Вся эта ситуация с похищенными детьми, моя дурацкая попытка жениться на родной сестре, тюрьма, смерть и стрельба. Все из-за них. Из-за их дурацкой вражды. А они никак не успокоятся. Нужно что-то делать. Да. Да, нужно положить этому конец. Я единственный человек, который может все это остановить. Я еду с вами. У тебя получится. Ты их сын. Да, но мне кажется, что мой отец Георгий, он меня ненавидит. Раз я сын его врага, он может легко пустить мне пулю в лоб. Ты боишься? Нет. Я готов. Даже ценой собственной жизни. Попытаться прекратить все это. Тогда встречаемся на вокзале через час. Договорились. Ты попрощайся со всеми, кто тебе дорог. Я еще не рассказываю никому ничего. Мы не можем никого подвергать опасности. Я обещала Борису, что не выдам его. Я вас понял. Через час встречаемся на вокзале. Субтитры сделал DimaTorzok Внимательно осмотрите столики. У окна там бокал разбили, девочки там убрали, но мало ли куда залетели осколки. И скатерти поменять нужно. Вроде все, работайте. О, пропажа, ты где была? Не сейчас, Настя. Ядзю, ядзю, хоть сюда и швидше. Марго! Слава богу, повернулась. У нас тут так и было. Васов взял в заложники Нину и Заряну. И помогала ему Оксана, прислуга гравца. А потом Наташа уговорила отдать Ниночку, а потом... А потом Оксану и Васо застрели. Одним выстрелом. Подождите, я один, Настя, я все уже знаю. Как Катя. Ну, держится, молодцом, но стресс все равно. Она спит сейчас. Проснется, увидит маму, обрадуется. У меня нет времени, я должна ее увидеть сейчас. Что значит нет времени? Ты ж только приехала опять уезжать. И к Зое не пойдешь, внучку родную увидеть? Нет, не могу. А обнимите их всех за меня. Детка моя, мне пора. Я скоро вернусь, обещаю. Мам? Мам, как хорошо, что ты вернулась. Зоя будет так рада. И все. Я так волновалась. Я уже хотела заявление в милицию подавать. Но Зоя и Дмитрия меня отговорили. Мама, мы такое пережили. Ты себе не представляешь. Но все уже позади. Сегодня нас всех пригласили к Зое в гости. Ты сможешь увидеть свою внучку, представляешь? А я, оказывается, была знакома со своей племянницей. Она даже не подозревала. Как хорошо, что мы теперь все вместе. Катюш, я не смогу сегодня прийти к Зое. Мне нужно еще раз уехать. Ты что, даже не увидишься с ней? Нет, я увижусь с ними в самое ближайшее время. Но сейчас мне нужно идти. Мам, уже все обо всем догадались. Ты едешь к нему? Ты едешь к нему? Здравствуйте. Я понимаю, я не вовремя. Слушаю вас. Петр Петрович, я пришла к вам с просьбой. Говорите. Нам свидания не дают. Мы с папой приехали к маме Заряночку показать. Она ведь не знает, что все уже хорошо. Да. Все хорошо. Я знаю, как вам тяжело. Ничего, продолжайте. Просто нам свидания не дают. Говорят, что с ребенком нельзя и поздно. Надо было раньше разрешения просить. Я только в особом порядке. Я вас понял, Наташа. Сейчас выпишу вам пропуск. Обратуйте маму. Спасибо вам. Вы очень добрый человек. У вас все хорошо будет. Обязательно. До свидания. До свидания. Значит, ты уезжаешь, да? А куда, интересно? Марысь. Я хотел тебе сказать. Короче, ты самая лучшая девушка в мире. Вот как? Ну, не считай моих сестер, конечно. Слушай, ты меня с темы не сбивай, хорошо? А куда ты намылился? В Карпаты. Отдыхать или что? Почти. Короче, Марысь, если я вдруг не вернусь, ты вспоминай обо мне иногда. Миш, что ты такое говоришь? Ничего, просто решил сказать. Так, стоп. Сюда приходила Марта. Это странно. Она искала тебя. Это странно вдвойне. А сейчас ты мне говоришь, что ты уезжаешь, и, может быть, ты не вернешься. Миш. Ладно. Ты, главное, не переживай. Скажи, пожалуйста, это имеет какое-то отношение к Кравцу? Потому что я очень хорошо знаю отношения между Мартой Грицианей и Борисом Кравцом. Ладно, я скажу тебе, чтобы тебе было спокойно. Говори. Только ты пообещай, что никому не проговоришься. Я пообещал хранить тайну. Обещаю. Это все из-за моих чокнутых предков. Мне нужно их остановить. Они решили перестрелять друг друга. Миша, ну остановись. Ну не будь идиотом. Ну я прошу тебя. Ну ты же знаешь поговорку? Благими намерениями... Миша, ну ты собираешься их помирить, а сам за это отгребешь. Это опасно. Сколько уже людей из-за них пострадало? Все. Я принял решение. Я уезжаю. Просто пожелай мне удачи. Послушай, ты уверена, что ничего не хочешь мне рассказать? Может, я могу чем-то помочь? Нет. Я уверена. Катюша, ты только не волнуйся обо мне. Мы скоро снова будем вместе. И передавай привет Зое, Тимуру и Ниночку поцелуй. Все, мне пора. Привет. Родные, Мария. Заряночка. С мне все в порядке. Ей не причинили вреда. Нет, мамочка, все хорошо. Доча, а с тобой что? Да это так, царапина. Что, тебя ранили? Как это случилось? Мам, ну какой смысл сейчас об этом говорить? Самое главное, что наша Заряночка со мной. Папа со мной. Коля сделал мне предложение. Вот и соединилась наша семья. Только я вас подвела. Женя, мы пройдем все трудности. Вместе. Мамочка, мы с папой тебя никогда не бросим. Мы тебя очень любим. Наконец-то наша маленькая девочка с нами. Я поверить не могу, что она была так близко, а я... А ты ничего не почувствовала? Да. Зойка, ну ты же не сдалась. И даже когда все вокруг заставляли верить тебя в то, что Ниночку уже не вернуть, ты же продолжала бороться. В том-то и дело. Я бросалась на все ветреные мельницы. Мне нужно было просто посмотреть вокруг. Ты просто очень хороший человек. Именно поэтому ты и представить не могла, что твоя сестра способна украсть у тебя ребенка. Так что не вини себя. А лучше посмотри на Ниночку. Какая она счастливая. О, Боже, я так мечтала, что буду одевать свою девочку, купать, кормить ее, играть с ней, петь ей колыбельной. А теперь все так и будет. Мы всегда будем рядом с тобой. Моя ты принцесса. Моя ты красавица. Никогда и никому мы больше тебя не отдадим. И не позволим обидеть. Теперь ты в безопасности. Слушай, какая ты красивая сейчас. У тебя взгляд такой, как у Мадонны Рафаэля. Это потому, что я очень счастлива. Марта. Марта, подождите. Девочки так устали за сегодняшний день. Так переволновались. Уснули раньше обычного. И теперь спят как ангелы. Наташа. Спасибо тебе большое. Ты сегодня спасла Нину, если бы не ты. Зоя. Прости, пожалуйста, меня за все. Этот поступок, он искупил все. Я тебе так благодарна. Наташа, мы с тобой не родные, но мы сестры. Так, девчонки, по десять раз на каждую сторону. Хорошо, ну хорошо. Я, конечно, пообещала Миша, что никому ничего не скажу. Может, это неправильно? А вдруг с ним что-нибудь случится? Нет, уж лучше пусть всю жизнь злится на меня за то, что я не сдержала слова. А, вы уже все, да? Извините, но сегодня тренировка закончена. Хорошо, мне нужно бежать. Очень красивый букет. Как пахнет. Спасибо. Да не за что. Это цветы для героини. Просто хотела сделать тебе что-то приятное. А мне показалось, я у клуба видел твою маму. А, тебе не показалось. Я окликнул ее, она не отозвалась. Мама действительно вернулась, но тут же умчалась обратно. И ничего тебе не сказала? Из нее ничего клещами не вытянешь. Но я уверена. Она поехала к Борису Петровичу. Туда, где он скрывается. А говорить не хочет, наверное, потому что боится выдать его. Я хочу тебя расстраивать, но у них ничего не получится. Завтрашнего дня я вплотную занимаюсь поисками Кравца и Матроэлли. Идемте. Проходите, располагайтесь. У нас почти все готово. Здравствуйте. Наташа? Я думала, ее посадили. Елена Станиславовна, ну не надо так. Вы же главного не знаете. Чего я не знаю? Того, что Наташа сегодня поступила как настоящий герой. Именно она спасла нашу Ниночку от смерти. Ну, извини, Наташа, что я так резко. Ну... Я все понимаю. Спасибо тебе. Наташа сделала в своей жизни очень много ошибок. Но поверьте, она очень изменилась, и это правда. А подробнее? А подробнее Наташа расскажет вам сама. Я пока пойду, помогу маме и бабушке. Елена Станиславовна! Стой! Стойте, деточка! Стойте! Вы кому что вам нужно? Меня зовут Марысин. Вы же меня помните. Я подруга Миши. Припоминаю. Мне нужна Елена Станиславовна. Срочно. Так нет ее. Вот блин. А вы можете мне дать ее номер телефона? Я телефон хозяйке кому попало не даю. Хорошо, а где она? В гости пошла. А к кому? Вам зачем? Я вам не могу сказать. А я вам не могу сказать, куда ушла хозяйка. Поймите, это очень важно. Это касается Миши. Мишенька, о боже, а что случилось? Ну вот пока ничего не случилось, но может случиться. Ой, это что, в милицию звонили? Не надо никакой милиции. Просто, пожалуйста, ну скажите, где Елена Станиславовна? Пошла к Тимурчику Зое в дом Кравцов. Хорошо, спасибо большое. Вы супер, спасибо. Ой, какая нервная девочка. Наконец-то весь этот кошмар закончился. По-моему, еще рано праздновать победу. Ты что? Эти гниды, полковник Нечипрова и его подельник-судья за решеткой. Этот придурок Васо убит. Девчонки спасены. Теперь Галецкому ювелиру ничего не угрожает. И мы с тобой можем спокойно расписаться. Нет, Кеш. Борис Петрович до сих пор в бегах и Метревелли где-то прячется. А это значит, что в этой истории еще не поставлена точка. И эти двое никак не успокоятся. Да, до тех пор, пока этот конфликт не будет исчерпан, их семьи не смогут жить спокойно. Послушай, любимая. Откажись от дуэли. Просто не приди в назначенное время и все. Подумай даже не обо мне. Подумай о родных. Подумай о Зое, о Наташе, о внучках своих. О Мишакова. Вы ведь даже не узнали друг друга. Может, действительно стоит отменить эту проклятую дуэль? Нет, я не могу отступить слишком поздно. Ярослав Осипович, могу я попросить вас об одном одолжении? Слушаю вас, Борис Петрович. У меня завтра состоится поединок с Георгием. Помню. Вы не могли бы пойти со мной? Нам может понадобиться ваша помощь. Вы врач. Вот именно я врач, целитель. И не принимаю участие в ваших кровавых играх. Да, я понимаю. Я не хочу становиться свидетелем убийства, Борис. Простите, что вообще вас об этом попросил. А, черт. Все, хорош, Георгий. Хватит. В чем ты говоришь? Я только вошел во вкус. Скоро стемнеет. Ты отлично подготовился, ты не промахнешься. А если промахнешься, вдруг, ты можешь положиться на меня. Я не дам Кравцу выстрелить. Я завалю его. Нет, Рома. Ты не будешь стрелять. На этот раз все будет честно. Ну вот, теперь все. Я хочу поднять этот бокал. За всех присутствующих. За то, как достойно вы прошли через все испытания. Я очень рада, что сегодня за этим праздничным столом собрались две семьи. Мэтр Вэли и Кравцы. Жаль только, что главы наших семей отсутствуют с этим праздником. Лен, а где ваш младшенький? Ой, я сама не знаю, почему Миши Ко до сих пор нет. Это странно. Я ему позвоню. А вот и он. Сидите, я открою. Даже в такой день я не смогу прийти вовремя. Ну что ты, опоздала немного. Елена, это к вам. Что случилось? Елена Станиславовна, мне нужно срочно кое-что вам сказать. Это касается Мишуко. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»